Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 85. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. 5 марта 2016 года. Дальше прочитайте, которые слова есть. А мы говорим о трусости, о беззаконии. Прочитайте, я буду продергивать. Говорить даже некогда, настолько не успеваем. Такой большой материал. Дальше. Ищу помощников, чтобы помогли на каждый ролик составить. Найдете тут, прочитайте. И тогда вот это вот. Перевести вот это, как и PDF разное. В этот вот надо перевести, чтобы дорогой могли считать. С нашего сайта. Там книги, аудио насчитанное. И вот так, видите. Объявления, идут занятия. Сначала войдите туда, к Сергею. А потом он поставит нас. Ну, небольшое вступление. Я уже прячу имена, потому что недруги гоняются за всеми. Буквально одно счастье рвут. Господь допустил мне такое искушение-то. Это как раз по мне, по моим силам. Я смотрю, Путина они там за решеткой рисуют и прочее. Патриарх, слуга сатаны. То есть, то же самое. Меры никакой нет. Один и тот же дьявол трудится. Ну, считай. Мир вам, Игнатий Тихонович. Я желаю купить книгу для Слова Божия, не ТУЦ. Я уже ранее покупал у вас книги, используя Western Union. Ваши данные, Лапкин Игнатий. Ну, все понятно. Телефон. Если это не изменилось, тогда дайте точно какую сумму отправить. За книгу и пересылку. Вот мой адрес. Дальше адрес я не даю. Если можно, пожалуйста, сделать автограф. В начале книги или в конце готов доплатить за эту подпись. Заранее благодарен Андрей. Понимаете, одно это еще одно стоит. Готов заплатить. За что? За подпись. Вот. Сейчас мы прочитаем гостинцам. Тем, кто за собой не смотрит, а за другими. Что им говорят люди другие. У меня стихотворение написано. Их стихотворение это назвать трудно. По 9 куплетов. 36 строчек в каждом стихотворении. 9. Ну, тут одно стихотворение получилось подлиннее. 11 стихотворений в одном заложено. Ну, я попросил братьев, чтобы помогли насчитать. Считай первое. Таково коварство дьявола. Под видом набожности он расставляет сети. Нужно было прийти, обвинять, собирать судилище. Это дело не священников, а разбойников. Я когда назвал так, ко мне привязали. Так это разбойники. Банда. Как патриарх второй назвал. Алексей. Почему? Братьев разбойников. Не начальников, а злодеев. И смотри, какая крайняя злоба. Не довольствуется тем, что склоняют козлу друг друга. Но решается вместе с собой склонить к тому же и правителя. Правитель на нашем месте выше. На это Роснадзор там старается. Дворкина. На нашего архиерея выше. Конца нету. Ну, смотри. Потому Господь и устроил, что Он узнал об их умысле. Толкование Анзотоуста на Деяние 23 глава. Понятно. То есть это уже было. Так. А вот это вот, ну, я уже сказал-ка, прочитаю. Нужно прочитать. Это творение нужно обязательно прочесть от первой до последней буквы. При этом изначально задаться вопросом. Кто же автор сих немирных духов, кавычках слов, кто позволяет себе такие выражения? Против священства и прочее. Ну, немножко почитаем. И только каждый подумает, чье это стихотворение, чье стихотворение. А потом в конце вы мне как-то сообщите, ошиблись или нет. Каких вы поэтов знаете? Общее наставление с обличением ко всем царям, архиереям, священникам, монахам и мирянам. Изреченное и изрекаемо от уст божьих. От уст божьих. От пророческих уст. Ну, Метар Тараби что-то говорил, что-то будет такое. Ну, считаем стихотворение. Подай, о Христе, мне в словах моих мудрость. В словах моих мудрых. В словах моих мудрость. Божественный ум просвещения свыше. Ведь знаешь ты слов моих немощь и бедность, мою непричастность всем внешним наукам. Образования никакого нет. Ты знаешь, что только тебя я имею по знаниям, мудростью, жизнью и словам. Спасителем Богом, защитником жизни, дыханием души моей, бедной и нищей. Я странник, пришелец, в словах неискусный. А ты и надежда моя, и поддержка. Покромы, прибежище и утешение. Хвала моя, ты и богатство, и слава. Каждое утро читаем псалтырь по-русски. Я вижу, каждое слово у меня из сердца, как будто это я. Всем советую считать 118-й псалом хотя бы раз в неделю. И 176 стихов, а в нем 185 обречений каждому, кто не любит Библию. От мира меня захотел ты исхитить. О, слово и бог по твоей благодати! Хоть я недостойный, ничтожный и странник, и хуже людей и зверей бессловесных. То есть, я чувствую, что я избранник, меня бог избрал. Прям умирает от этого. Дерзая на милость твою, умоляя, прося, преподая к тебе, говорю я. Дай верное слово, дай силу, дай крепость сказать всем, кто служит тебе, как владыке, князьям и рабам, совершителям таинств, которые меня, что тебя не видят, и служит тебе всех царю и владыке. О, люди, цари и всесильные мира, священники, архиереи, монахи, и люди всех званий и чинов и сословий, послушать меня не сочтите излишним. Мой голос услышьте и слово внемлите, хоть я человек совершенно ничтожный. Откройте мне уши сердец ваших, люди, услышьте, познайте, что Бог говорит вам. Бог всех неприступный, единственный держитель, предвечный, который рукой содержит всю землю и все, что на ней существует. Цари, хорошо, что ведете вы воины с народами дикими, если при этом вы сами языческих дел не творите. Обычаи, нравов, советов, решений, в делах и словах, если вы не отвергли меня, всех царя и владыку вселенной. Но лучше бы вам было блестимое слово, то есть Библию любить, и строго храня все мои повеления, блаженнейшей бедности жить безмятежно, что пользу страну защищать вам от рабства, самим же всегда оставаться рабами, страстей и пороков, и бесов лукавых, своими делами себе уготовав огонь истерпимый и вечную муку. Вот крестят, как попало. Иеремия 48, 10 говорит, проклят, кто дело Господне делает небрежно. Я говорю, крести дело Господне. Ну да. Ну почему же не крестить? И патриарх, и епископы все говорят только в полное погружение. Нет. Ну же нельзя. Ну а почему нельзя? Ну советская власть угнетала. Да она уже, советская власть, давно и сдохла. 25 лет. Ну нет возможности купель построить. То есть деньги все истратили на утробу, на машины, на которых давят прихожан. Я понимаю, на выпивку там, на женщин. Ну купель построить, какие же деньги-то? Наконец построили. Вот здесь, в Никольском. А крестить все равно не крестят. А теперь как? А людям дают, вам как? Просто помочить голову или раздеваться будете? А люди зачем раздеваться? Когда равнозначно, и никто не будет этого. То есть безумие, разбойники. Попы разбойники с архиереями вместе. Все те хороши, делая поступки, что ради меня человек совершает. И ради любви и из милости к ближним, но прежде себя пусть помилует каждый. Слова мои все соблюдать пусть стремится, всегда принося покаяние от сердца, во всем, что, конечно, им сделано раньше, и не возвращаясь к подобным поступкам. Всегда пусть в словах пребывают владыки, в моих повелениях и строгих законах. Пусть все соблюдает он даже до смерти. Ни словом одним, ни единой чертою. Из книг и писаний не пренебрегая. То есть жить по Святой Библии надо, не по вашим каким-то измышлениям. Живого Бога не знают, а с трупами возятся. Вот это мне жертва. Вот это дары мне. И благоухание, и приношение. Без этого вы всех язычников хуже. Это говорил Дмитрий Смирнов. Хуже всяких мусульман. Они ближе к Богу. Миссионеры. Епископы, главы епархии, познайте. Вы – образы все моего отпечаток. Поставлены вы говорить передо мною в собраниях праведных вы предстоите. Зоветесь моими вы учениками, носящие мой пребожественный образ. Вы даже над маленьким общим собранием такую великость власть получили, какой наделен от Отца я Бог Слово. Я Бог по природе, но я воплотился, и стал я двояким в двух действиях, в волях и в двух естествах, нераздельно, неслитно. Я есть и человек, но и Бог совершенный. Двоякие в одной всесвятой апостасии среди же епископов есть и такие, которые саном гордятся безмерно, всегда превозносятся над остальными, считая их всех за ничтожных и низких. Немало епископов есть, что по жизни весьма далеки от достоинства сана. То есть такие недостойные сана-то. Я здесь говорю не о тех, у которых слова согласуются с жизнью, делами, а жизнь отражает учение и слово. Но я говорю о епископах многих, чья жизнь не похожа на их назидание. И кто мои страшные тайны не знает, и мнят, что мой огненный хлеб они держат, но хлеб мой они как простой презирают и думают, будто кусок они видят. Хлеб лишь едят, а невидимой славы мои совершенно увидеть не могут. Вот в фильме Левиафан Звягинцева Андрея. Как раз это все и говорится, и показано. Заумирали. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. Совершенно неготовых людей гонят к причастию. Многие больные немало умирают. Наполнили кладбище и больницы. Попы наполнили их. Итак, из епископа мало достойных. Есть много таких, что высоки по сану, а видом смирены, но ложным смирением. Противным, дурным, лицемерным смирением. Гоняя всегда за людской похвалой. Меня презирает Творца всей Селены, как будто бедняк я худой и презренный. Они мое тело берут недостойно, стремясь превзойти всех людей, не имея одежды моей благодати, которой они никак и никогда и никак не имели. Не имели, только представлялись. А падает перед ними святой владыка. Незвано и дерзко мой храм они входят, вступают во внутрь несказанных чертогов. Несказанных чертогов. Куда они достойны, смотрите снаружи. Но я, милосердный, терплю их без стыдства. Так, брат, садись на это место. Посчитай дальше. Ты, Никита, устал, уже сядь отдохни, потом дальше видно будет. Дай-ка, на, под ноги. Считай. Войдя же, со мной говорят, словно с другом. Себя не рабами хотят, но друзьями они показать. И стоят там без страха, совсем не имея моей благодати. Они обещают ходатайство людям, хоть сами во многих грехах виноваты. Они надевают блестящие ризы, но чистыми кажутся только снаружи. Их души грязнее болотной трясины. Ужаснее они смертоносного яда у этих злодеев, что праведны с виду. Как некогда скверный предатель Иуда взял хлеб от меня и вкусил недостойно. Как будто был хлеб тот простой и обычный. И тотчас по хлебе вошел в него дьявол и сделал бесстыдным предателем Бога, своим исполнителем воли коварной, рабом и слугой своим сделал Иуду. Так точно случится в неведении с теми, кто дерзко и с гордостью, и недостойно к божественным тайнам моим прикоснулся. Особенно главы, епархий, престолов, священноначальники часто имеют и прежде причастия сожженную совесть, и после совсем осужденную совесть. Понятно как вот. Сильно-то не надо злиться-то. Ну вот положил Бог на сердце, ну и написано было. Входя в мой божественный двор с дерзновением, бесстыдно стоят в алтарях и болтают, не видя меня и не чувствуя вовсе моей неприступной божественной славы. Ведь если бы видели, как бы не смели всегда поступать, не дерзнули бы даже войти в притвор православного храма. К оглашенным даже негодны такие попы и епископы. А то что они делают? Что пишут? Что Андрей Кураев об этом разоблачении показывает? И надмиваются над кем? Над какой-то бложкой? Над мирянами? Ободранные? Никого не видят, ни бедных, никого топщат на машинах? Так, да, все, что написано мной, это правда. И всякий, желающий в том убедиться, по нашим делам, иереев негодных, и лжи никакое не найдет, и признает, что Бог через меня говорит всем об этом. Признает он все, если сам он, конечно, не кто-то один из творящих все это. И если не тщится он хитрым обманом, свой собственный срам прикрывать, но однако пред всеми людьми и пред силами неба все тайное тьмы Бог соделает явным. Тогда будет видно, кто вы такие были. Сейчас наступает время покаяния. Я прошу всех прощения. Завтра масляное будет уже воскресенье. Заговорня на это вот. Перестаньте безумствовать, что вы пишете, говорите. Бог дал мне это сказать вам такими словами, от которых вы вздрогнули наконец. И особенно все эти миссионерские отделы закройте. Самое негодное туда стянул кто-то. Жестокие, немилосердные. Просто все рвут и мечут. Какие вы, если у вас дворкин во главе, то вы уже подобно ему все делаетесь. А думайтесь немного, то переди суд Божий будет. Почитайте еще. Но кто же из нас и иреев сегодня сначала очистил себя от пороков и только потом уж дерзнул на священство? Кто мог бы сказать дерзновенно, что славу земную презрел и священство воспринял лишь ради небесной божественной славы? Кто только Христа возлюбил всей душою, а зла-то все и богатство отринул? Кто скромно живет и доволен немногим, а кто никогда не присвоил чужого? Кого же за взятки не мучает совесть? И кто не старался при помощи взяток сам стать иреем и сделать другого, купив и продав благодать и священство? Вот сегодня только ролик составил. Новый пришел человек из протестантов. Ну и пошел в патриархию. Патриархию пошел. И что деньги заломили? Я сейчас даже не знаю, если перевести это на деньги. Двести на восемь. Двести восемь, шестнадцать. Шестнадцать тысяч. Шестнадцать тысяч за крещение затребовали. Ну, в другом месте пошел поменьше. Восемь тысяч только потребовали. Ну что? А говорит, ты неправильно пишешь, неправильно говоришь. Я неправильно говорю. Я что вижу, то и говорю. Я никому не угождаю. Я призван на это. Мне Бог это дал. Дальше. Кто в сан не возвел недостойного друга, ему преддостойным отдав предпочтение. Знакомый его в попы. Ну, а дальше его гомосексуалист, садомит, его перекинули на другую епархию. Он никуда не денется. А кто не хотел бы епископским саном друзей наделить, чтобы в епархиях чуждых во всем обладать и влиянием, и властью? Но это обычным считается делом. И даже безгрешному тех, кто вмешаться, хотя непременно в дела всех епархий, а кто не давал по указке начальства, по просьбе мирских и князей богатых, священного сана тому, кто не должен и кто не достоин быть пастырем в церкви. Вот почему молился, когда епископ Лев и молился у гробницы Петра 40 дней, готовится отходить, прости Господи. И наконец явился Петр и говорит, я умолил Бога, прощенный, все кроме одного греха. Но я тогда не войду в рай, конечно нет. А какой грех? Кого недостойного рукоположил? О! Вот он тут и сдрогнул. И что интересно, из таких епископов, в честь его я назван Игнатий Ростовский Чудотворец, 10 июня по-новому. И он, когда умирал, сказал, кого руку положил, все это данные грамоты, копии, наверное, положить со мной в могилу, я не боюсь ответить перед Богом. Вот через кого меня Бог назвал. Его в могилу не ложили, а сразу выставили его, мощи прямо в храме. Ростовский Чудотворец. Дальше. Поистине, нет никого в наше время из всех их, кто чистое сердце имел бы, кого бы не мучила совесть за это, ведь он непременно соделал что-либо одно из того, о чем сказано выше. Вам за мной смотреть не надо, вам за это отвечать. Если одна вца погибнет по вашей небрежности, неумышленным, всей жизни не хватит тебе освященник рассчитаться за ним. Всей жизни. Их миллионы вы погубили. Все секты наполнены, от вас бегут, как от лютых волков. Обезумели. За мной, главное, день и ночь гоняются, подыскивают всех, где был, где повернулся, где стоят. Не такой, я не такой. Успокойтесь. Вы смертью моей не насытитесь. Митрополита напали местные. Сергий разговаривал, он говорит, такое впечатление, что вас убить хотят. Я говорю, 40 киллеров готовятся, и все попы. Попы, миссионерские отделы, как будто пришли сектанты, а сами никуда не пришли, засланцы беде Дворкина. Разбирает меня все там, и в Почаево, и где только нет. Это Господь дает такую награду мне. Дальше. Но все мы без страха грешим ежедневно, со злом не борясь, дел добра не являя. Поэтому мы и не каемся вовсе в глубины греха с головой, погрузившись, бесчувственно в них пребывая все время, не ведая вкуса божественной славы. Не можем отвергнуть мы славу земною, а это любовь к человеческой славе. Душе никогда не дает не смиряться, не так же себя осуждать добровольно. Господь сказал, славу друг от друга принимайте, а славу от единого Бога не ищите. Лицемерие друг перед другом. Все время. Главное лицемерие это там. Все лицемерие скопилось там. Нужно полное покаяние принести в этом. Само образование патриархии неправильно. Сталин с Берией ее образовали 4 сентября 43-го года. Что-то сделать надо. Оторвать этот корень гнилой, злодейский. До 30 лет рукополагают. Патриархи даже в епископы до 30 лет не крестят. Все таинства избратили. Оглашенные изыдители не выполняют. Эпитимии не работают. Подряд всех причащают. Где оно? В православии. Это его нет никакого православия. Испугались. Папа встречался с патриархом. Ой, с католиками. Это все по-католически. Это бритые стоят священники. Посмотрите, какой у них вид-то. А то уже крестят как попало. Не крестят. Просто мощь от рукой. Это не крещение, это обман. И дальше. Итак, если понял ты все, то скажи мне, кто гонится за человеческой славой? Кто очень нуждается в тленном богатстве? Кто золото хочет иметь слишком много? Кто стал ненасытным в хищении чужого? Злопамятным к тем, кто дает не так часто? Кто может сказать, что имеет он Бога? Как может сказать, что имеет он Бога? Что любит Христа? Что и Духа имеет. Когда скажут, что надо родиться свыше, иметь Духа Святого, двигаться, все прямо лопаются. Что Дух пророческий побуждает человека. Они не верят. А Павел говорит, ревнуйтесь, чтобы пророчествовать всем. Совершенно неверующие священники. И все это доводят до чего? Семинарии. Академия заканчивается. Только с одной целью оправдать любое безумие в храмах. Крестить не хотят. Ни благовествовать, ни... Почему Патриарх Алексеев II, где нет катехизации, полного погружения, вообще не ходить туда? Идите там, где-то есть. Не верят. Он говорит, я сказал, 98% священников меня вообще не слышат. Патриарх говорит. Кирилл проехал, Патриарх говорит. Духовные развалины. Я что говорю? Я говорю то, что есть, что видно, что выражено в стихах. Вы эти стихи будете еще не один раз считать. А кто совершенно Христа не воспринял Отца, не имеет и Духа, не просит, чтобы в нем пребывал и ходил ощутимо. Кто Бога Единого в сердце не носит, как может служение нести непорочно? Кем будет научен? Святому смирению. Как будет научен? Божественной воле. Они даже не знают про это. Кто станет ходатайствовать за такого, и кто примирить его с Богом способен? Представить его непостыдным слугою, причистого и непорочного Бога, который невидим для всех херувимов, который для ангелов всех неприступен. Кто даст ему силу служить непорочно, священную службу, всегда совершая достойно бескровную, страшную жертву? Какие люди приближаются? О, если б только зло! Но рваться всей душой, рассеять это зло, трудиться для людей и горько сознавать, что об руку с тобою кричит обысти, ломаясь пред толпою, прикрытой маской прожда же и парисей. И об этом он говорит. О, если б только зло! Христос, где ты, Христос, сияющий лучами бессмертной истины, свободы и любви? Взгляни, твой храм поруган торгашами, а меч, что ты принес, запят на весь руками повинными в страдальческой крови. Взгляни, кто учит мир, чему когда-то, и ты учил его по тяжести у креста. Как яркое их клеймо порока и разврата, какие гнойны за страждущего брата, какие страшные открылись у уста. Ну, примерно. Дальше. Надце написал, не я. И кто из людей, кто из ангелов Божьих сказать это может и сделать способен? Ну, я говорю, и всем вам возвещаю, никто не прещайся словами моими, кто прежде всего этот мир не оставит, все то, что есть в мире, душой ненавидя. И кто одного лишь Христа не возлюбит, и ради Него не погубит, кто душу, не зная совсем человеческой жизни. Но как бы всегда, каждый час, умирая, не будет рыдать о себе, кто и плакать влечением к Нему одному лишь имея, и кто не пройдет через труды и печали, и Духа Святаго внутрь сердца не примет, которого дал Он апостолам Божьим. Чтоб с помощью Духа все страсти отринуть, чтоб с легкостью в добрых делах упражняться. Источники слез, чтоб стяжать, от которых души очищения, души засозерцания, познания святой и божественной воли, божественным светом с небес просвещения, небесного света всегда созерцания, бесстрастия и святость даются всем людям. Которые Господа видеть способны и в сердце имеют Его постоянно, которые Богом хранимы и сами хранят невредимое Его поверение. Итак, кто все это в себе не имеет, тот пусть не старается стать иереем. Над душами власть получить не стремится, начальником стать пусть отсюда отнюдь не дерзает, но как сам Христос и приносится Богу. Отцу своему и себя же приносит, так точно и нас Он приносит, владыки, и Сам же опять принимает обратно. Иначе же нам в осуждение будет и в суд совершение подобных деяний, ведь это страшнее убийство и хуже блуда, любодейство и прочих пороков, которые против людей совершаем. Грешим постоянно мы друг против друга, но тот, кто торгует божественным нагло и кто благодать продавать не стыдится, тот дерзко грешит против Господа Бога. Всегда предстоящий пред Словом Небесным и жить должен так, как оно повелело. И главное, что машину осветить полтора процента с машины. А машина-то какая бывает стоит где? Крещение. Сказано не брать. Добровольное пожертвование. Пятьсот рублей, шестьсот, там тысячу и прочее. Одна фальшь, один обман. И как не видят? А чтобы этого не видели, миссионерские отделы создали. А теперь они будут гнобить, всех давить. Всех против себя восстановили. Всех. А надо доброе брать везде. Какие миссионеры злобой давятся? Они никого не видят. Меня осуждают. Я был с баптистами, молился там. Как молился-то даже не знают. Так сколько их пришло-то после этого-то? Господь суд... По делам будет судить-то. Кого вы можете обратить? Сделать сыном гиены вдвое худшим вас? Миссионеры. Ему, подражая, пусть так говорит он. Лисицы все норы имеют, конечно, и птицы небесные гнезда имеют. Лишь я не найду, где главу преклонить мне. Служитель Христов совершенно не должен иметь ничего своего в этой жизни. Но только лишь то, что потребно для тела, а все остальное для нищих и бедных, для церкви, конечно, должно оставаться. Вот так или нет. Табак, водка, чем угодно торгуют. Перед всем миром такой позор. С такими вот животами вывалились и стоят. Все украшают. Двести храмов. Нужны эти храмы? Златоуст говорит, делайте то, что на суде Божьем спросится. Людей вообще не видят. Люди кланяются только колесам, говорит, членовозов. Но если дерзнет он на личные нужды церковные деньги использовать властно, и то, что должно оставаться для бедных, родным раздавать и друзьям, и знакомым, дома возводить, покупать себе земли, и много рабов набирать и прислуги. Увы, осужден человек этот будет. Он будет подобен тому, кто растратил все деньги жены неразумно и дерзко, а после никак расплатиться не может, никак возместить все убытки не в силах. Такого берут и в темницу бросают. Так будет и с нами, служащими в церкви, берущими смело церковные деньги для собственных нужд, для родных и знакомых, совсем не заботясь о бедных и нищих, дома возводящими. Бани и башни, обители, замки. Так будет со всеми, кто копят преданное свадьбы, играют, а церкви свои совершенно не любят, совсем не заботясь о них и не помня. На долгое время от них отлучаясь, живем мы в других государствах и странах, а жен своих вдови мы оставляем, не помня о них и совсем не заботясь. Иные из нас остаются на месте, но не из любви к прихожанам и храму, а только, чтобы жить от богатых доходов. Их тратя на всякое злое распутство. А кто же из нас и иереев стремится спасти свою душу? Христову невесту! Хотя бы одного среди нас покажи мне. Я буду этим, поверь мне, доволен. Только в нашей епархии, говорит, каждый пятый священник незаблаговидные дела запрещены. Мне говорят, больше у вас устарелые данные. Я с Аждановым говорил, Владимир Георгиевич, там против алкоголя. Патриарх Алексей Второй вас специально приглашал с запившимися попами проводить работу. Снятые они не могут, они в алтаре падают. Но горе всем нам, нам, иереям, монахам, и епископам, клирикам века седьмого, что мы попираем законы Христовы, как будто они ничего уж не стоят. Если бы где-то такой оказался, кто мал пред людьми, но велик перед Богом, кто познанный Богом, к страстям не снисходит, его, как злодея, всегда изгоняем из нашей среды и из наших собраний, подобно тому, как Христа отлучили от храма начальники архиереи и все иудеи, как сам он сказал нам и вновь говорит своим голосом ясным. Но Бог вознесет его, Бог его примет. И в этой и в будущей жизни прославит со всеми святыми, которых он любит. А что говорит Слово Божье монахам? Все те, кто стараются жить в благочестии, заботьтесь о внутреннем образе больше. Тогда и все внешнее чистым пребудет. Игнатий Богоносец, Бринщининов говорит об этом. Монашество кончилось. Запомните монахи, остались одни актеры. А дальше актер ничего не сделает. Вот тебе и монахи. Какие монахи? С подогретым полом миллиарды вкладывает президент в эти ненужные монастыри. Ведь внешнее пользу приносит лишь людям, а вам и всем тем, кто дела ваши видит. А то, что внутри для меня вожделенно, создателя всех и для ангельских войск. Но если заботитесь только о внешнем, в красивых одеждах, в красивом обличье, являясь пред всеми людьми постоянно, и если во внешних делах упражняясь, о внутреннем образе Божьем забыли, совсем не стремитесь украсить, очистить усердием, трудами, слезами. Мой образ, который пред Богом и всеми являет разумными вас, и, конечно, богами. Тогда вы подобны гробам побеленным, как некогда и говорил фарисеям, с умом, пониманием и мудростью скрытой. А если без них, что великого в этом? Напрасно себя вы считаете чем-то, являясь ничем, и гордитесь напрасно. Без тайного делания все вы подобны одетым снаружи в красивые ризы, внутри же, увы, пораженным проказой, приветствуя внешних, обычным приветом, заботьтесь о внутреннем, дело не только в трудах пребывая, в борьбе повседневной, в деяниях священных и подвигах добрых, чтоб девственны в мыслях вы были пред Богом, чтоб всяким познанием ваш ум просветился, чтоб были едины со мной вы словом, в словах моей мудрости, в знаниях лучших народ мой священный, все люди христовые, придите скорее к владыке и Богу. А то духоносные, духоносные отцы собрались там, духоносные отцы. Вся гордыня и прелесть, прелесть и гордыня, корысть и трусость, все там. И поэтому близко при дверях Бог снова будет выжигать все дотла. Придите ко мне, узы мира, расторгнув, и всякий обман ваших чувств ненавидьте. От главных причин всего зла убегайте от похоти зрения, от похоти плоти, от гордости в мыслях и гордости в жизни, от всяких других помышлений напрасных. Познайте, что всякое в мире неправда того, кто и служит пристрастно, и страстно в погибель приводит, врагов моим сделан. Дружба с мирами, вражда против Бога, прелюбодеи и прелюбодеицы, это духовная проституция, полностью слепилась с церковью. Шагу не может без власти. Нигде. Ни одного шага не могут сделать. Если власть сейчас отвернется от церкви, все, вообще ничего не будет. И деньги выпрашивают, ходят, и что власть не скажет, все сделает. Танки эти освещают. Сколько в Чечне погубили своих? Что еще дальше будет? Сегодня как раз считали слова Златоуста на 136-й псалом. Арфу повесили. Тогда говорит, да, разбей младенца по камень, а ныне, ныне накорми врага, напой. Толкование. Тут и так понятно. Мы другого духа. Не знаете, какого духа. И вот присягу надо принять им. Надо идти кого-то убивать. Даже государство дает альтернативную возможность не служить. Прям лопаются из злости. Вояки. А сам сидит здесь, помахал кистью, все, метелкой, говорит, сойди, умирай. Заграбители своих. Прими у народное влечение в сердце к моим бесконечным божественным благам, которые я на земле, воплотившись, тебе приготовил как верному другу. Чтоб был ты со мною всегда на трапезе и в Царстве Небесном со всеми святыми вкушал несказанно бессмертно и благо. Познай же себя, что ты смертен и тленен, что малый остаток ты жизни на свете, ничто из безкого с собою не возьмешь ты, блестящего, сладкого, доброго в жизни, когда отойдешь ты в те селения отсюда. Лишь все, что ты сделал всей временной жизни, и зло, и доброе, это возьмешь ты. Познай же всю тленность и смертность земного, оставив земное, зайди выше неба к себе. Богу всех и спасителю мира тебя я зову, чтоб ты жил бесконечно, чтоб благами вечными ты наслаждался, которые дам я всем любящим Бога всегда, непрестанно, аминь и вовеки. Ну и кто это написал? Вот я сейчас спрашиваю, кто будет слушать. Кто это написал? Так это легко. Была там строка, которая все раз объяснила. Вот смотри, понятно кто, вот смотрите, я хочу, пока подумайте, автора нету. Кто? Кто мог такое написать? Такие неуважительные слова к священству сказать. Считаем дальше. Смотрите, внимательно ползем, и дальше считай. Этот большой, свыше 400 строк гимн, написанный 12-ти сложным и эмбическим 3 метром, является своего рода духовным завещанием Симеона. В гимне со всей яркостью проявилось негативное отношение автора к епископам, к ририкам и монахам его эпохи, которых он обвиняет в гордости, надменности, отсутствии благоголения, лицемерии, корыстолюбии, взятничестве, жадности, симонии и других пороках. Вот, который писал, Иероним Стридонский написал о нравственнице священством, так они все прятали и прятали эту книгу. Его издушники переписывали от руки, от него все друзья отвернулись, а теперь никого из них мы не знаем, знаем только его одного. Дальше. В течение многих лет Симеон находился в оппозиции большинству архиереев Константинопольского патриархата. Это противостояние не могло не наложить отпечатка личной обиды на его отношение к высшей церковной власти. Еще спрашивать с меня, какое ко мне отношение, я и высказываю, конечно, это играет роль какую-то. Несмотря на сказанное обличение Симеона в адрес духовенства, не является необоснованным. Обоснованно это все. То, что он пишет в той или иной степени соответствует действительности, а потому сохраняет актуальность и по сей день. Автор Симеон Новый Богослов Святой Подвижник Ангеле подобного жития Третий Богослов Церкви Ну, 10-11 век. Вы понимаете, это на греческом языке и надо так вот умно перевести. Ну, кто это перевел, выставил? Считай дальше. Перевод и комментарий игумена тогда еще Илариона Алфеева по благословению митрополита Антония Сурожского. А теперь он митрополит. Рядом был с папой вместе. Видите, какие Бог дал знания этому митрополиту Илариону Алфееву. Как он перевел и как складно на сегодняшний день. Вот и вразумите. Все, брат. Отпускаю. Ты нужен был в перешаге. Никита, садись дальше будем. Говорит, аккуратно. Ты ищи нашу игрушку там. Вот куртка тут. Да. Ну давайте посмотрим, что у нас есть здесь. Вот так. Это что у нас? Надо вывести. Мой мир. Сейчас покажу. Вот она у меня. Вот видите, вот здесь вот что у нас находится. Вот наш релиз, это мой мир. Посмотрите. Приходите сюда. Сколько у нас здесь видео? 2684. И фотографии. 18862. Здесь, видите, наше житие, мной начитанное, выставляется. Очень богатый. Дальше. На нашем форуме. Вот как наш форум выглядит. Видите как. Теперь посмотрим, что у нас тут пришло или не пришло за это время. Тут уже есть что-то было. Это где-то есть. Это было, это было. Я не знаю, тут еще что есть. Да ничего больше нет. Вот с этой стороны надо зайти. Считаем. Илья Скрипка. Здравствуйте. Можно узнать у вас, что вы строите возле реки или озера? Интересная конструкция. Я не знаю, там что он имеет в виду. Это спуски, наверное, строим. Дальше. Сток для паводка весной. Что тут? Сток. Сток для паводка весной. Да. Сток для паводка весной. Олег Шепелевич. Добрый день. Привет. Вам из Беларуси. Я чисто случайно на ютубе увидел ваше выступление. Беседа с баптистом. Немного прочитал ваши вопросы и ответы на сайте. Мне очень понравилось. Я когда-то тоже принял Иисуса Христа в баптистов. Но через несколько лет угол жизнь закрутила и понесла. Но всегда взывал Господа за помощью и прошу прощения за седение. В общем, так запутался, что слов нету. Ну, вот видите. Баптисты очень хорошие люди, но не церковь. Церковь там, где есть рукоположение от апостольских времен. Приходи в православие, крестись, сходи в храм. Вот ответы тут какие-то. Это большой тут. Это ему ответ же идет. Вот это вот. Говорят, не успевает там сфотографировать. Дальше. Алексей Питерский. Что будете делать, если аккаунт на ютубе заблокируют? И как относитесь к предсказанию святых о том, что в России придет царь. Имеется в виду царь настоящий, которого будет бояться сам антикриш. Что значит ютуб? Это все в божьих руках. Ну, копия сделана, откроет в других ресурсах и по милости божьей. Мы обезопасили это. Копия все время с форума снимается. Где только можно. Копия с моего мира. Конечно, нежелательно. Мы молимся за администрацию каждого ресурса. Благослови Господи, что такое доброе дело делают. Ну, видите, вот сейчас погасил вот это вот, ничего нет. Электричества нет. У кого что останется? Вот немного раньше, когда у меня этого не было, я писал письма. В год у меня выходило 1200 писем. Отправлял. Видите? У меня 77 томов только после освобождения по 600 страниц писем переплетено. Сам переплетчик я, реставратор. Дальше. Любовь Кулиш. Добрый вечер, Игнатий. Заранее прошу прощения за вторжение в вашу мирную жизнь. Но меня беспокоит кое-что. Примерно два года назад мои знакомые связывались с вами по телефону, чтобы приехать на жительство в вашу деревню. Видели ваше видео с приглашением и уехали от них. Нет невесточки. Что с ними? Как они? Мужчину зовут Евгения. Жена, она не расписаны были, но венчаны. Татьяна. Дочь Мария, младенец 6 месяцев, жене 34 года. Таня 24. Якобы они ехали к вам. Может вы что-нибудь знаете о них? Нет, не слышали, не знаем. Даже не понимаем, о ком речь идет. Если бы у нас все на виду. А ведь никогда о них не слышал, не видел ни разу. Здесь их не было. Да. Алексей Питерский. Что будет, если аккаунт уничтожить? Дело покажет, что Бог допустит, Ну вот, а благодарить Бога. Тут такое будет, что блокирует и у всех. Скажите, пожалуйста, как учили святые отцы крещение Духом Святым? Происходит только момент водного крещения или же крещение Духом может быть и доводного крещения? Если да, то при каких случаях? Да, это Бог видит, когда дать крещение. Деяние 2.38. Видите, тут просчитайте, что тут написано. Дальше. Геннадий Соломонов. Вопрос. На поминках говорят, пусть земля ему будет пухом. Это православное высказывание? Нет, это ничего. Это мирское. Мирской ответ. Ну вот, ответ. Дальше. Михаил Щербина. Критика к видео ИГИЛ. Коран, террористы, Сирия и кончина всего во свете Святой Библии. Первое. Много эмоций и возмущений, и нет цитат. Ну ладно, просчитайте здесь. Просчитайте просто. Дальше вот ответ какой-то. Опять посмотрите. Ответ ему. К спасению-то не относятся, там ИГИЛ и прочее. Филипп, Игнатий Тихонович, прошу ваших святых молитв обо мне. Раби Божьем Филиппе, если можно, помяните меня в своих святых молитвах. Меня стали посещать мысли о самоубийстве. Нахожусь в состоянии какой-то бесовской депрессии. Мысли как будто впрыскиваются в мою голову. Такое предчувствие, что на меня навели какую-то бесовскую порщу. Началось с того момента, как познакомился с одной девушкой, которая, как мне потом стало известно, общается с экстрасенсами. Я очень долго говорил о Христе, но ей, как она мне сказала, уши режет эта тема, когда начинают заводить разговоры о Христе. Ну понятно так. В церкви стоит один и все время дергает головой и вот так вот крестит ухо. Звать Анатолий. Я его пригласил домой, стали беседовать. Я говорю, скажи, когда у тебя было? Я жене изменял во время блуда, вдруг вздрогнул, я понял, что-то со мной сделалось. И сатана, слушайте, другая учительница была, любилась часто переодеваться. В шкаф залезла, сошла с ума, там бес вошел в нее. И орет сидит там, через три дня только вытащили. Я в Афрунзе было, тоже побеседовал. Зачем лез туда? Самоубийство. Вот надо думать, для кого ты нужен. Если ты не нужен, как мусор, тебя Бог допускает. Один все придумал и решил в реку сброситься. Подошел, ну и стал перелазить и что-то в кармане дает. Руку-то сунул, а там у него золото лежит, деньги лежат. записывали. И он подумал, я утону, а кому эти деньги нужны-то? Ну закройте там, пожалуйста. Они там в тумбочке. Туда или сюда. Смотри. Они в тумбочке, висят на двери. Ну ладно. Он пошел тогда, деньги отдать, и тут дом первый, он зашел в подвал, там женщина лежит полумертвая, ребятишки грязные. И вот так это тронул, он пошел, купил, принес все. И сердце обмякло, он понял, что он может служить людям. И забыл о самоубийстве. Не надо думать о себе, надо думать о тех, кто вокруг. Дальше. Выключим все. Так. Самоубийцы ват идут, им покаяния нет. Их даже на кладбище не хоронили раньше. Марк, а ты пойди, покажись священнику, приноси защищение твое. Загрузи. Ну вот так, дальше. Филипп, если я стану священником, я буду вас вспоминать постоянно благодарность, что не оставайтесь в стороне к чужому горе, а ко всем с открытой душой и с пламенным сердцем. Вот это считает там. Ответ Филипп уйдет. Ответ, почитайте. Ответа, вопросов очень много. Алексей, мир вам, могу ли я подавать записи о самом себе, о здравии? Я сильно болею и стараюсь быть на служении вечером в субботу и утро в воскресный день. Да, можно, можно. Дальше. Только не платите за это ни рубля, никогда. Вот так. Так напишите, о здравии Алексей. Алена Зорина, Игнатьев, спаси Господь. Есть ли у вас потеряевки или у знакомых из других населенных пунктов сохранившиеся иконы Абалакской Божьей Матери? Нет, я отвечаю на это. Дальше. Ирина Власенко, отец Игнатьев, могли бы мне уделить минутку? У меня у брата второй брак. В первом женщина изменила и вышла к другому. Теперь им не дает покоя в его жизни. Как он ее увидеть потом, начинает пить и как одержимый себя ведет? В втором браке девушка верующая, смиренная, полная противоположность первой. Очень хотелось, чтобы все у них было хорошо. Но все на грани распада. Подскажите, как им помочь? Как молиться? Закон написан для верующих. Если это не верующий, закона нету. Никакого. Станислав Иванов, вот все говорят в жизни самое главное жизнь. Почему они так говорят? Ведь жизнь, я читаю, самая главная любовь. Правильно. Дальше. Какая любовь? Не та любовь, не та самая. Вот братья Карамазовы, первый выпуск, который есть там, Федор говорит Карамазов. Считай. Вот дальше, Володя. Смотри. Ответ кому? Вот. Не я, Бог тебе не поможет. Это муж, пьешь, Иванов. Самая главная жизнь. Почему? Главная любовь. Главная любовь, да. Дальше что? Елена Морозова, Беларусь, мир, Магнат Тихонович, с большой просьбой к вам о создании небольшого видео, в котором будет дан ответ на трудные вопросы для людей моченых, кавычках, крапленых, готовых принять истинное крещение по канонам церкви. Я вам покажу это, покажу. Еще следующий ролик, если будет, что архиереи, все везде криком кричат только в полное погружение. А какой-то дьякон, Сильвестр там выходит, начинает болтать. Только полное погружение, только полное. Другого нету, ни в канонах, нигде нет. Это разбойники, духовные бандиты. Обманывают людей. Скайп у меня нет. Первый вопрос. Какие материалы необходимо изучить для проходящих оглашений? Ну, зайдите на наш сайт и там написано о крещении, к истинному крещению. Второй человек, который совершил смертные грехи и не понес эпидемии за грех аборта 10 лет и другие по решению Попа, причастился, а срок давности после генеральной исповеди было уже более 10 лет. Ну, просто как. Больше этого не делай, и все. Нужна ли повторная генеральная исповедь в 7 лет? Да. Где тут? Генеральная? Что значит генеральная? Ну, полностью все грехи... Ну, нигде этого не написано. Нет, священнику пройдите там. Десятину платить после истинного крещения или начинать платить до него? Сразу кахуете в храм. Выходите, топчете, надо убирать, топить, сразу платить. На сегодняшний день, думаю, это главный вопрос для большинства обманутых людей, которые заботятся о спасении души. Если десятина есть, торговли уже не будет. Никакой. Все таинства бесплатно. Все бесплатно. Да. Тут же мы приступили к созданию заказанного Елены ролика. Снимал Никита Колесник. Видео, данное под названием «Готовящийся к истинному крещению через полное погружение в воде». Вот так. Я не помню даже. Дальше. Роман Фроликов пишет, «Радости мои, мне нужна помощь в постройке своего дома или покупке квартиры». Ну, понятно, прочитает там где-то. Это разговор один-то. Не приехал, и поэтому, ну, я еще могу сказать, человека не видел. Стройся. Семен Семенов, добрый день, Игнат Тихонович. Можно вам вопрос задать, пожалуйста. Я в начале 2016 года, январе. Мы с моей невестой хотим быть мужем и женой. Но 2016 год это год в высокосный. Можно ли жениться в высокосный год? Ну, какое означение? Один день, что ли, решает что-то? Вы почаще ходите в храм Божий, познакомьтесь со священником и там решайте вопросы. Виталий Азаренко. Игнатий, отец Игнатий, я христианин, 25 лет мне. Подскажите, пожалуйста, как найти себе в жизни? Где искать вторую половинку? Вот, половинку. Те не знают, как избавиться от половинки, тут искать не надо. Остался без жены, не ищи жены. Яна Вознюк, подскажите, а вы со старцами прозорливыми общаетесь? Не слышали, что они говорят об Украине? Прозорливые говорят, а это прожорливые. А чего Украина-то? Сектантам разным гомикам предпредались, и поэтому Бог покарал вас. У них там есть о чем думать. Я вначале... Можно жениться в высокосный год, спрашиваю человека? Ответ. Наблюдайте дни, месяцы, времена и года. Галатом 4.10. Колоссянам, кто имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрее и узнавание тела. Все понятно, не нужно. Дальше. Ответ. Как искать вторую половинку? Соединен ли ты с женой? Я считаю. Дальше еще. Ответ. Это ответы дай. Большие. Фотографируй их, я перейду дальше. Про старцам. Вот. Это мы уже как-то... По-моему, это уже было у нас. Посмотреть еще надо. Иван Безмельчук, Игнать Тихонович, добрый день. Я недавно начал встречаться с девушкой Ксенией. Это он говорит. В начале все хорошо было, а сейчас... Ну, наверное, это было так. Да, это... Оксана? Ну, я не помню. Это точно было. Это было, да? Предыдущая. Мы сейчас должны посмотреть. если уже вплотную к этому подошли, значит, где-то тут... 306-я страница. Я могу перекинуть. А это? Должно быть. 3 декабря 2015 года написано, а? Ну, если тысячи, тысячи, 17 тысяч ответов, то можно, конечно, уже наткнуться. Не, по дате. 4 декабря 2015 года. Ну, да, уже. Ну-ка, посмотри. Ну, конечно. Это у нас какой? 80-й выпуск, 3 месяца снимаем уже, да. Ну, на вот это ответы. Нет, нет, нет. С 306-й страницы 1-й ролик. Не было, не было. 1-й ролик. Я смотрел. Александр Патринник. Можно вопрос в бытие? Может, с большой буквы надо писать? В 1-й главе, в 27-м стихе, Бог создал человека, мужчину и женщину. А в главе 2-й строчка, Бог создал человека из праха. А в 22-й создал жену. Какая здесь последовательность? Во 2-й главе повторяется событие Бога дня. Да, повторяется. Мужчина, а потом из ребра жену сотворил, и все, и 2 человека, 1 человек называется. Владимир Лукашев. Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. Сегодня с женой готовились к причастию. Нас не допустили под предлогом, что мы живем в блуде. Мы законно женаты, а священник говорит, нет, это блуд, иначе идите венчайтесь. Правильно говорит священник. Не спорить надо венчаться. Насколько я знаю, церковь говорит, что у нас законный брак перед Богом. К венчанию мы еще не готовы. А зачем причащаться? Не готовы к венчанию. Я подошел к благочинному, чтобы он сделал этому священнику внушение. Он говорит, что я же вас допускал, ничего поделать не могу. Я ему сказал, это что? Русская рулетка, что ли? Значит, нам сегодня не повезло. Знаете, как обидно, да, слез? Я из Белореченской, звоню в Краснодар, в епархию, не могу дозвониться. Ну и правильно. Надо обратиться к Богу, жить по божеским заповедям и слушаться, что священник говорит. И найди, говорит, такого себе, ну как, наставника, строже которого во всей вселенной нет. А не так, подряд идите, это на погибель. Вот который сказал, что нельзя его блудеть, это он сказал правильно. Моя девушка пишет, она по национальности армянка, говорит, что в армяне это древний библейский народ, что в Библии написано, парфиняне это армяне. Это так? Или про армян там ничего не написано? Не знаю, не знаю. Дальше что? Это по обытию, как порядка, по задолженному. Сегодня же на год, а, причастие, подходили, а не допустили причастие. Следующий ответ даю. Армянка, мы делаем, это армяне, в Библии есть армяне там? Да, нет. Ответ. Не занимались баснями, родословиями бесконечными? Понятно. Дальше. Алексей, здравствуйте, Игнатий, Мира, хочу у вас спросить и посоветоваться, как мне быть? В понедельник у нас в храме Успения Божьей Матери будет происходить обособорование, стоимость 300 рублей один человек. Еще сказали, что нужно купить большую свечу, масло подсолнечное... Все, не слушай, даже не слушай, бредни пьяных старух. Ответ. Ну, сфотографируй. Дальше. Владислав Деменюк. Здравствуйте, Игнатий. Хотел о вас узнать насчет Библии. Купил себе Библию, ветки Новый Завет по благословению Патриарха Алексея II Синодальный перевод. Но недавно узнал в интернете, что Синодальный перевод имеет неточности, в отличие от церковнославянского перевода. Теперь стал относиться к сакептически к современному переводу Библии. Сейчас меня мучает сомнение. Можно ли изучать эту книгу? Как вы считаете? Синодальный перевод один из самых лучших в мире, если не самый лучший. Никому не верьте. Ни одному слову, чтобы сомнений не подвергните. Синодальный перевод. До революции его уже издавали. После революции все патриархи, сектанты все издают его, католики, все синодальный перевод. И за границей. Владимир Сирко, хотел вам напомнить, что ответы на вопрос, почему работник полиции не может быть православным христианином, и почему не может наследовать Царствие Божие, а также других вопросов, связанных с полицией, я не нашел. Почему верующий не может служить в полиции? Ну, смотря кем быть. А если там будешь, говорят, оборотни. Убивать тебя надо будет, и там проще взятки брать, и поэтому. Искушений много. Данил Давиденко. Игнатий, здравствуйте. Меня зовут Данил. Мне 32 года. Живу в городе Шарипово. Можно вас спросить про Томский духовный семинар? С недавних пор есть желание поступить и отучиться в Томску духовный семинар и почитал требования и увидел, что есть подготовительные курсы для подготовки к поступлению. Не знаете, когда идет зачисление на подготовительные курсы? Скажите, обучаясь на злоочном отделении, можно освоить весь материал с учетом работы? Я так понимаю, стипендию не платят. Евгений, подскажите, как быть с уважением Данил? Зачем вам нужно это? Душу губить свою? Зачем? Тем более Томское. Там такие собирались люди. Мне просто известно, там бурмистов или бургомистров, которые ушел или нет. Ушел как будто бы. Алексей, слава Христу, подходил сегодня к настоятелю храма. Он мне дал благословение на соборование. Только свечку сказали купить за 30 рублей стоит. Все везде деньги. Соборование, это когда болен, призовет, то есть недвижимый. И над ним помолится, он лежит над ним, над ним, даже не рядом. Соборовать надо только такой, который недвижимый. Можно ли принимать крещение старообрядцев? Если у нас в регионе я нашла православный храм, где этот обряд совершали бы по правилам. Я православное, благодарю. Старообрядцы, имеющие священство, это истинная церковь. Истинная. А уже надо, не надо, это вы со священником побеседуете. Ответ по Библии, если на дальний перевод наилучший, добротнейший. А на церковно-славянском вы же таки будете во тьме. Вот это ответ. В полиции можно работать? Может, в бухгалтерии. А нельзя из-за необходимости убивать. Сюда же. Меня зовут Даниил, хочет в семинарии поступать. Вопросы не ко мне, напишите туда письмо и все узнаете. Здравствуйте. Можно ли принять крещение старообрядцев? Лука. Ибо всякие просящие получают, ищущие находят, и стучащим утворят. Дальше. Виталий Азаренко. Итак, объясните мне, что такое синодальный перевод Библии? Что такое каноническая, не каноническая Библия? Зайдите вот здесь на нашем форуме, вот он форум у нас, и вот здесь справа вот общий поиск. Зарядите Библию, там все данные в синодальном переводе, кто переводил, 4 духовные академии. Вот что-то тут много. Это ответ по Библии, что такое синодальный, это все ссылки на форум. Вот это ссылки, видите, что. И вообще. Ну медленно не будет. Зайдите, посмотрите. Дмитрий Киркелан. Добрый день, отец Игнатий Тихонович. У вас есть план чтения, священного писания, годовой? Поделитесь с другом. Нет, у меня, я считал подряд, и на разброс. Тем более, я дважды начитал полностью Библию на пленке и на компьютер. Нет этого. Я много занимаюсь здесь и специально даже не считаю сейчас. Ответ... Я его прочитал много-много раз. Никогда и не было ответа. Да. плана-то. Мария Михайловна, здравствуйте. У меня очень трудная жизненная ситуация. Мы с мужем, мы с сыном живем на улице, можно так сказать. У мужа нет родителей, мама умирала, когда он был. Так что, Даша, пусть считает, что тут? Муж работы, денег хватает, только на еду. Игнатий Николай Святошин, Игнатий, что есть масло и где его купить, чтобы не опоздать к приходу жениха? В чем суть бодрости? Милостыня, милостыня. Добрые дела с отделами в Духе Святом с любою. То есть на базар пойти, то есть помогать нищим, заботиться, накормил, напоел. Вот это масло. Чтобы Господь говорит, добрые дела, видя ваше, прославили Отца Небесного, тогда светит ваш. Светит от чего? Добрый дел. Виталий Азаренко, вы знаете порочество появления святогорца из Афона про войну России из Турции? Это правда? И если мобилизируют меня христилина? будут русские воевать, завоевают Санбол и отдадут его грекам. Вообще, хитро-мудро как. Екатерина Тинникова, приветствую, Агнатий Тихонович. Сегодня вечером через ролик о письме ИГИЛ узнала, что у вас есть желание и намерение поехать в Сирию для свидетельства о Христе. Если случится, то и принять мученическую кончину за Господа нашего Иисуса Христа. Хотел вам сказать, что это прекрасное желание и намерение душу свою положить за гонителей и врагов. Я буду молиться о вас, чтобы Господь укрепил вас, дал крепости, благословения в этом, если на то есть его воля, благая, угодная, совершенная. Меня обвиняют в этом. Вам порисоваться надо. Надо было, сами шли. Во-первых, это преступность считается. Государственный закон не пускает. Варвара попыталась ехать из прав... какая она? Где она? Генерала Вачиана. Ее вернули назад? И что? Нужно, чтобы государство договорилось, пропустили. А там заранее договориться, чтобы те приняли. Я был в Турции, знаю. А я посуну, ну куда дальше? До границы и назад. Дальше что? Пусть в вашей жизни исполнятся слова апостола Павла. Для меня жизнь Христос, смерть обреобретения. Это мне эпиграфом жизни стало. Помолитесь о мне, чтобы если придет такое время, чтобы Господь даровал мне мученическую кончину за Него, если есть, на это его воля. И верности, и решительности в этом. Может уже не будет возможности здесь встретиться. Поэтому простите, если что не так. Храни вас Господь. Видели пророческий сон про меня, что именно так я там и умираю. И одна душа хотела, близко, знакомая, тоже ей говорят, она тоже по лестнице начала подниматься, ее стащили и говорят, ты рано, голубушка, собралась-то. Ей предстояли великие мучения. То есть обо мне пророчество было. Кому мучение? Душе другое мучение или вам мучение? Мне, мне, то есть я. Я буду Богом спасен, сказали. Но я сильно-то не надеюсь ни на что, а как Богу угодно. А другие просили, чтобы быть вместе. Дальше. Это Тинникова пишет письмо предыдущее, которое я читал. Его более верно, что я пишу. Алексей Шторм. Хотел спросить, возможно, вы знаете такую тюрьмовую Нину Ивановну? Не знаю. Она была президентом футболом Богодани. Дальше. Инат Тихонович, прихожанка храма Архангела Михаила, город Тюмень. У нашей общины в связи с уходом из жизни отца Михаила Курочкина возник вопрос, следует ли воздержаться от передачи юридического права на здание храма епархиальному управлению? Сейчас здание числится на частном лице. Не знаю, не знаю. Не молился, ответить не могу. Пойдите к его брату, к епископу Евтихию, Курочкину. Он вам расскажет. Не знаком с Татьяной Ивановной и Тютерюбовой. А, не знаю. Дальше. Жанна Барцкова. Игнатий, читал ваши стихи. А стихи хорошие, но с филологической точки зрения не совсем гладкие. Ну, вот так, посмотрите. Это что, неправильные стихи. Надо вот так. Вот, да я какой? Я не поэт, ничего. У меня есть это написал. 3467 девятикуплеточных стихотворений ни одной помарки. Я просто пишу. Это проповеди в стихах. Ну, правильно-то это. По поэтическим я какой поэт-то? Я никакой. Я хорей. Да, хорей. Я вообще этого не знаю. Михаил Тарасов. Ну, когда в литературном институте был, там Лева Шанин-то, по одному стихотворению я читал, так меня заставили одно, второе, третье. Нам, говорит, он как ветер ворвался, все шторточки открыл. Форточки. Что он тут? Батюшка Игнатий, здравствуйте. Приятно, что вы у меня в друзьях. У меня один вопрос к вам. Зачем вам этот ИГИЛ в то время, когда в стране свою власть накручивает жиды? Зачем вам ехать куда-то, когда на нашей земле творится бардак? Я говорю, за чего? Я сказал, что то, с чем, какой программой я еду, это дороже всяких ракет. Батюшка Игнатий. Ну, все прочитайте, что он говорит. Дальше. Так, это семейное положение женатым на Ксении. Вот это было уже, да? Считай. Какая это? Ну, и мир вам с вчерашнего дня смотрю ваш канал. Нам много глаза открылись. Прошу помочь. Сам я из Новосибирска. Долгое время был сектантом и сейчас нормально им остаюсь. Но вникая в себя и изучая Слово Божие, не могу более жить без апостольской преемственности. Нету там, это не церковь. Хотя они очень хорошие. Предложение. Можете дать номер телефона кого-то из Новосибирска? Живу очень далеко от храма на Затулинке. Хотел бы предварительно звонить, чтобы ехать не зря. Ну, вот дальше. Николай Филатов. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Как посвященному писанию относиться к тем людям, которые на себя налагают руки, чтобы не попасть в плен? Да, это плохо, конечно. Никак. В Ветхом Завете и то там так это. Самоубийцы, погибшие для вечности, ад и гиена. Сейчас немножко еще пробьем. Евгений Пастор, Пастор, Краснодар. Здравствуйте. Посмотрел ваши видеозаписи, где онлайн-извлечение Библии по скайпу. И появились некоторые вопросы. Ну, дальше какие вопросы? Прочитайте. У нас время уже заканчивается. Сфотографируй все. Дальше тут что-то ответ какой-то. Вот посчитайте. Это ему ответ идет. Ответ. Приглашение. Видите как? Тут мелко все. Дальше. Тут тоже что-то ответ какой-то. Это Ямбхари ответ. А нет, хореи тут все эти хореи. Я не знаю этого ничего. И тут новые вопросы. Ответы. Еще? Пожалуйста, можно ли в субботу вечером смотреть телевизор накануне воскресной службы? Или это грех? Я просто не знаю, грех или никакой там грех. Что там смотришь, опять же надо думать. Валерий Игнатьевич Тихонович, спасибо за видео. Дай ему Бог здоровья. Ольга Стофеева. Я не могу понять, а почему стоят со сложными руками? Это что, послушание такое? А миссионер Лапкин стоит позади всех и зорко следит, чтобы все отстояли службу. Конечно, все это хорошо, и храм, и служба, но Господь сердца смотрит, и что он там видит? Ну да. А когда разболтанный стоит, значит, паляется с папиросой в храме, тут уж Господь примет обязательно. Не понимаю, вот это что такое? Михаил Домнич, позвонить. Вечер добрый, посоветуйте в Красноярске священнослужителя или здраво-православного христианина для дальнейшего общения во славу Божьей. В Красноярске есть такие люди? Кто он? Михаил Домнич. Вот так, и еще. Благослови, сохрани вас и вашу общину, Господь, аминь. Сообщение в социальных сетях ВКонтакте Одноклассники Ютуб-канала. Еще маленько. Михаил Домнич, где в каком храме он бывает? Юрий Соболев. Как связаться? Слезать, сына же. Майданник. Мир Иванович Тихонович, храни вас Бог. Вы знаете, в последних роликах вас почти не слышно и в ролике изучение Библии по скапу также. Очень жаль. А ваши комментарии весьма ценны. Может, стоит как-то проверять звук всего доброго? Благодарю. Благодарю за дружбу, храни вас Бог. Василий Анищенко. Дорогой уважаемый Игнатий, я не имею никакого права отговаривать или в чем-то убеждать вас. Я всего лишь человек пыли и прах, но прошу вас хорошо подумать о том, куда хочет вступить ваша нога. Так. Более чем уверен, молитва праведника может передвигать горы. Андрей Безруков, позвонить. Добрый вечер, Игнат Тихонович. Рад вашему появлению в группе. Я вас читал. Альберт Нязов. Здравствуйте, Игнатий. Меня зовут Альберт. Просчитай кто-нибудь. До времени уходит уже. Смотрите наши видеоканалы, там много интересного и полезного. Я смотрю каждый день вас, вот я смотрю ваши видео. Мне там вам вопрос, к какой церкви мы относимся, как мессианские евреи. Извините меня за неграмотное письмо. Мне было 11, когда перелетел в Израиль. Не знаю, не знаю. Там спросите, там патриарх есть. Как решать, к какой вы относитесь? Там на месте какая епархия? Олег Бессонов. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Мир вашему дом. Прошу извинить за беспокойство. Я видел вас в группе верующих. Я так понимаю, вы верующий человек и возможно неплохо знаете Писание. Можно вам задать несколько вопросов? Вы верите в Бога? Да, верю. Игнат, я помню тебя еще с советских времен. Как ты боролся тогда за православие и очень рад, что ты жив, здоров и продолжаешь. А что это пишет? Николай Басаргин. Своё дело, твои лекции в политехе забыть очень трудно. Я в пяти университетах вел занятия, в воинских частях. Очень много. Помню, люди находятся. Любовь Алексеевна, мир вашему дому, Игнат Тихонович. Я говорю у вас, что я у вас друзья. Спасибо Господь. Дальше. Много благая лето. Шепа Левич. Левич. Добрый день. При этом из Беларуси. Я чисто случайно на ютубе увидел ваше выступление, беседы с баптистами. Немного прочитал ваши вопросы и ответы на сайте. Мне очень понравилось. Я когда-то тоже принял Иисуса Христа из баптистов. Он писал. Несколько лет угол жизнь закрутила и понеслась. Это уже было, да? Всё. И 206-й, 306-й. А что? Пишут Анна Колесникова. А вот они пишут. Ну-ка, прочитай. Мы уже преклонных годах. Компьютера у нас нет. Ну, прочитайте, что они написали. Мне говорят, это какой-то Петров там написал вам. Ну, может быть. И вот с этого времени мы начали каждое утро говорить. Да. Артём Петров. Доброго хочу, хочу, доброго хочу, делаю, не хочу, не делаю. Да, это было уже. По Теревскому Кириллу, про церковь. Прочитайте, что тут было. Это последняя с этой стороны. Добрый день, Добрый день. Михаил Домович пишет. Добрый день, Ена Тихонич. Знакомы ли вы с этим миссионером? Ена Тихонича не знаком, считаю. Он много говорит хорошим, но он не в церкви. Он по-виде давно, он не из церкви православной. Вот еще один ответ. Меня зовут Елена Колесник. О, кто она такая? Моя родная мать. Твоя родная мать. Ну, если мы подошли вплотную к ней. Вот она, Елена. Мы каждый день теперь за нее молимся. Это 306-я страница. Вот она, книги наши получили, подарил ей. Заинтересованная. Красивая твоя мама, хорошая одетая. Да. Вот так. Что, прочитай еще раз. Уважаемый Игнатий Тихонич, выражаю огромную благодарность за ваши бесценные книги. Теперь у меня есть огромное богатство, хлеб для моей души и ума. Низкий поклон вам от меня за заботу, попечение моим сыном Никите. Никита. Вы есть духовный отец и учитель для меня и многих, многих читающих ваших книги. Ежедневно посещаю ваш сайт и молю Бога, чтобы отдал вам крепкое здоровье и долгие годы. Укреплял вашу общину, благословлял все ваши добрые дела. Еще раз благодарю вас за все. Теперь эти мои недруги найдут на нее и начнут нас разделять с тобой, Никита. Они наговорят. Пусть попробует. Пусть попробует. Дальше. Ольга Аверина, Винзенко. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У меня такой вопрос к вам. Как человеку опытному в вашей, к примеру, деревне, женщине безможно. Возможно жить полноценно или она обречена на существование в городе? Нет. Никак. Только в городе. А одну, нельзя не построиться ничего. Ну, тут комментарии, видите, почитайте просто разные. Я заканчиваю уже. Это разные люди. И что они говорили, это кратко. Видите, сколько поступает. Мы этого говорили. Руслан Доквычаев. Руслан Доквычаев. Просто прочитайте. Все на этом. Господу слава. Благодарю, Никита. Си Христос. Маму твою нашли. Запомни, где она, на 306 странице. 306. По славу Божию. Си Христос.